Продолжение следует... Рвешь жопу, нахуй. Ты видел, как плевали на втором отборе? А мы уже дальше определим, остаются они в команде или нет. Сейчас мы зайдем к ребятам. Они уже должны быть в раздевалочке. У нас финальная стадия отбора. Сегодня наших участников отбора увидит, наконец-то, Саслан Маратович, наш главный тренер. И выберет, я не знаю, одного-двух. Может быть, он скажет, давайте в суперфинал, на следующую тренировку пригласим ребят. Я не знаю, что будет, нет конкретного плана. Я знаю, что сегодня пришли к нам самые медийные, самые спортивные. Мы самые интересные ребята. Пошли вместе, что? Пойдем. Ты в курсе, что там замена тебе сидит? Меня, Санёчка Новикова, в жизни невозможно никак заменить. Ну иди тогда, задаем вопросы ребятам. Ребят, привет. Санёчка Новикова. Я Саня, с кириллением. Саня. Бля, красава, ты ей подстригся. Ты пришел так же. Просто вот делаешь контент, делаешь шоу. Красавчик, прикиньте, он неделю, блядь, а Нобка гулял так же. Че, пацаны, вы готовы вообще? Конечно. Конечно, да. Но по тебе, по тебе, мы еще там на поле поговорим, потому что это залетный, залетный товарищ. Я не знаю. Я отработаю. Никто не принял решение еще, вообще, допускать тебя или нет, это решение придет там. Всем привет, я Дима из Минска. У меня это уже, ну, не первая попытка попасть на отбор. Я приезжал 22 декабря лично, разговаривал с Львом Борисовичем. Он мне, ну, он мне, он мне дал минуту. Я вложился в 40 секунд, и он сказал, отправляй заявку, все по-честному через заявку. А я решил проявить инициативу и приехать сам поговорить лично, а не ждать там, ну, отбора. В общем, по заявкам я не прошел. Все, я знал, что выходит первая часть отбора. И приехал лично снова поговорить, только на этот раз уже с Саней Текилой. Потому что Саней Текилой, он такой подвижный, больше на молодежь, поговорить с ним лично. Все. Ну, ждал его, уходил в манеж. Мне подсказали, что он приедет на Кадиллаке, либо на Порше. Я увидел Кадиллак, подъехал, подошел, поговорил с ним, и он провел меня в раздевалку. А потом мы уже обменялись номерами с тренером по Вартерей, с Саней. И он сказал, ну, напишет мне. И все, я ждал своего, нашел где остаться в Москве. И ждал своего момента попасть сюда на отбор. Я на самом деле удивился. Ко мне подходит парень и говорит, что я прилетел из Беларуси, чтобы с тобой сейчас поговорить. А я понимаю, что я не могу уделить ему больше, чем 40 секунд. Я просто опаздываю на другую встречу. Ну, ты молодец. Да. Узнаешь, проходишь ли ты к нам тренировку, ты чуть попозже. Всем салют. У нас последний этап отбора. Сегодня познакомимся с ребятами. Ну, многие с ними знакомы, кто уже был в других этапах. Ребята с командой нашей с ними познакомятся. И после этого мы решим, кто идет с нами дальше. Кто будет в нашей команде. А может, и никого не будет. Поэтому будем принимать решения. Мы приглашаем ребят. Пацаны, гой сюда! Давай сюда! Давай, давай, давай! Сос, нужно и вообще всей команде, кто не присутствовал на отборах, нужно будет ввести в курс, кто есть кто. Я быстренько объясню. Даня. Вот он с краю стоит, да? Пацаны, это фристайлер. Это Биги. Ну что, был на отборе Тудроц, 15 лет. Челику. Ну, играет, как бы, знаешь, я думал, он вообще не будет двигаться на поле. Ну, что-то есть в нем. Сос, дальше у нас сын Саныча. Сын Саныча, вот он. Скажи, пожалуйста, за кого ты болеешь? В Российской премьер-лиге. Ну, Зенит. Понятно. Все, все, не голосуй. На мой взгляд, он лучше всех в футбольных качествах проявил себя. Ну, не лучше всех, не будем одного выделять, но реально выделялся. Дальше у нас Филипп залетел на отбор, навъебывался на всех, навъебывался на меня. Ну, яркая личность, яркая личность. Но контент в ТикТоке тоже. Кринж, кринж, это пиздец. Для детей, он не совсем кринж. Да для детей. Все для детей, но ты там такое исполняешь, что... Ну, ладно, я не берусь судить, чуваки, вы зайдите, посмотрите сами. Подпишитесь. Ну, каким-то образом, 5 мультов он набрал аудитории. Значит, Богдан, по-моему, да? Богдан, защитник, машина, рубился. Дальше, дальше, дальше. У нас Артур, в отличие от Филиппа, он на всех не выебывался, но выебывался только на меня. Это гитарист. Да, причем, что на первом отборе, что на втором, что-то какие-то колки из девочки, но мне это нравится, поэтому он, собственно, у нас и прошел дальше. Дальше, дальше, два брата-акробата, непонятно, то ли они дружат, то ли они ругаются. Я не знаю, что второй пришел, он не прошел. А кто из них не прошел? Который не стриженный. Который не стриженный прошел, который стриженный не прошел. Я не знаю, я не знаю, что он пришел, еще и в одинаковой форме. Никита, кто? Никита, да. Поэтому я не знаю, что делать со вторым. А как зовут? Максим. Максим Никита. И последний наш персонаж. Честно говоря, я не знаю, что делать с ним, потому что он в начале недели просто пришел сюда, вне отбора. То есть отбор уже прошел, первый этап, второй этап прошел. Он просто пришел, говорит, я приехал из Беларуси, что правда, неправда, я не знаю. То есть это вот только верить на слово. Медийки нету, футбольных составляющих мы вообще не знаем. Он просто приехал и говорит, возьмите меня. Динамо Брест, стоп, уже нет. Вот, поэтому я честно могу сказать, я не знаю, как бы команда меня поддержит или нет. Я против такой истории. Мы объявляли о сборе анкет. Я не знаю, так каждый что ли может прийти к нам на тренировку, принять участие в отборе. Меня могут захейтить там в комментариях и так далее. Я не знаю, вы что, пацаны, считаете? Чувак просто вне отбора пришел к нам сюда. По факту, если отбор был, зачем тогда он обесценивается, если мы так ему пропускать каждого? Шиша, ты что думаешь? Я думаю, не стоит брать, потому что ребята с самого начала проходили все этапы. То есть там тяжело было, легко, как бы, ну а не с самого начала. А ты пришел такой, типа, возьмите меня. Так не делается. То есть ты, если хочешь, ты следишь за новостями команды, подписываешься, заполняешь анкету и приходишь, когда нужно, когда говорят. Можно я скажу, как на правах старшего здесь, наверное? Я за настойчивость, стоя на этой, два раза приезжал, да, сюда? Ну да, но третья попытка, потому что заявку я тоже отправлял. Сейчас третья. Я думаю, если команда не против, под мою ответственность дадим ему саму шанс, посмотрим на тебя. Если команда не против, но они еще не ответили, это я прохожусь. Что скажете, пацаны? Если Дима просит, я за Диму. Если даем шанс одному, то по поводу брата тогда. Нет, брата точно нет. Саша, я, честно, я бы еще более радикально, я бы пустил тех, кого вы сюда привели. Я не знаю, я, мне так же отказывали от своей жизни, тебе надо тоже. Либо, либо пусть скидываются, у нас место граничное, 7, кто-то один должен уйти. Давайте так, давайте так, так как команда прислушивается к Диме, мы пропускаем другого Диму. А, ты еще и Дима? Вот. По поводу тебя, брат, давай так, чтобы было реально справедливо. Раз уже был отбор, и ты этап не прошел, то будь справедлива по отношению даже к твоему брату, что значит, он себя где-то лучше проявил. Хорошо, можно я скажу, кто-то? Нет, давайте, нет, я, например... У меня есть идеи по поводу никто и кто-то. Во время матча захочет брат с ним поменяться? Хорошо. Окей, пусть меняется. Не захочет, это его дело. Все. Вы вдвоем приехали, вы братья, вам решать. Мы уже делали за вас выбор. Нам нужен он. Если вы между собой решите поменяться, показать там софт или еще что-то, это ваше дело. Не, это чисто я взял место. Смыслом бы давать место, если один из нас кто-то сюда попадет. Я не так понял, смотри, у нас есть матч. Вы будете менять друг друга. Ты готов на это? Ну, готов. А, ну все, окей. Так, теперь по плану у нас сегодня. Мы решили, чтобы все было динамичнее и чтобы для меня было больше информации. Для меня информация это ваше понимание игры. Не то, что там здесь есть игроки, которые там в чемпионатах мира по фристайлу выступали. Есть игроки, которые минщики. Да, с точки зрения технического аспекта у вас есть преимущества. Вопросов нет, да? Но для меня главное понимание игры, как для тренера и для моего тренерского состава. Вы будете играть с нашими игроками. Не будет такого, что как во всех отборах, что вот команда отбора играет с командой там на спорте. Нет, я считаю, что это неправильно, нелогично. И, наверное, вы должны, я должен посмотреть, как вы коммуницируете с нашими игроками. Будет кто-то вам пихать, будет кто-то, наоборот, поощрять. Поэтому на вашу реакцию я тоже рассчитываю. На самом деле, да. Ну что, мы начинаем. У нас есть регламент. У нас есть 6 фоллов за тайм. Точка. Дальше. Два тайма, один тайм 10 минут. То есть игра идет 20 минут. Окей. Ладно, приглашаем. Текил. Тара. Четвером. Давай, давай. Любой, любой, любой. Давай. Ты что, и что? Любой. И циферку? У меня три. Ну понятно, номер один. Вот мы все и разобрали. Я надеюсь, моя команда выиграет сегодня. Моя команда сегодня точно победится. Мне кажется, моя. За 100%. Просто они очень любят говорить. Что один, что второй. Опа. Сюда иди. Ну он неплох тебе, неплох, Клев. Там у нас их двое. Сюда. А, у них их двое. Давай, шиши. Не, не шиши. Иди ко мне, мой друг. Номер один. Есть. Он по любому ко мне. Брат, он ко мне смотри. Четвертый. За тебе. Я до этого сказал, у меня интуиция, что мы с тобой вместе будем. Третья. Третья. Вот он. Три. Мне три. Ко мне? Залетный. Давай, залетай. Я подошел к нам. Молодец. Дань, что-то вот же к нам не идут, да? Там план. Дороший. Четыре. Три. Три. Чего? Выиграй. Три. Так, один. Дальше. Ни. Два. Какой? Дальше. Четыре. Дальше. Первый. О, сына. Смай, постеряйся. Четвертый. Вот так вот, посмотри. Давай. Дальше. Трап. Блин. Стар, первый, второй. Ну, давай. Тепа, давай. Второй. Да! Так вот. Просто любой возьми, пожалуйста, умоляю тебя. Всю игру возьми. Давай, бери по одному, бери. Бери по одному. Ну все. Я думаю, вы видите, что команды сформированы. Вот запомните этот цвет, потому что это будет лидер, лидер сегодняшнего турнира, лидер будет, а зеленый победит. Беленькие сперматозоиды вообще вот там где-то вдали, непонятно, что у них за команда, девчонку зачем-то себе взяли лису, да? Брат, я уже кубок поднимал. Голубенькие сегодня порвут, поверьте мне, поверьте. Это топ команды, посмотрите на них. Это вообще. Ладно, все, let's go. Просто посмотри на них. Все стройные, все, ну, в порядке. Ну, более, прям видно футбики. У меня в защите Далиман, туда. Далиман в защите, ну, туда. Все. У меня в атаке лев. Смотрим, кто смотрит. Ну, начало. Начало. Начало, половина. Остаемся? Чтоб не менялся. Давай, давай. Все, всем хорошей. Я уже все вам сказал, все объяснил. Наша задача взять первое место, потому что по-другому быть не может. Вот, друг другу подсказываем, не орем. И забиваем и выиграем. Давайте, все вместе. Раз, два, три. Погнали! Ну что, готовимся к нашему матчу. Команда у нас очень интересная собралась. Я думаю, мы сможем победить. Я думаю, мы сможем победить. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогой дневник. Мне не подобрать слов, чтобы описать боли унижения, которые я испытал сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока непривычно немножечко вливаемся в игру. Сейчас первая игра, она немножечко сложная, потому что нужно немножечко пропотеть, привыкнуть. Я думаю, сейчас выйду, будет попроще. Пока из нивичков никто не цепляет. Типа нет таких людей, которые могут попасть в нашу команду. Я пока не увидел никого вообще, ни одного человека. Но еще есть время, посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дмитрий, а почему вы умерли, а я нет? Я умер? Я просто расстрою. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикиньте, какой гол мог получиться. Покруче, чем Криштиану Роналду, который он забил Ювентуса Лиги Чемпионов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ваши впечатления от матча? Прикольно, необычно. Я немножечко подустал. Сейчас постараюсь намного лучше себя проявить. А так, вообще круто. Сразу же жестко начинаем играть. Ну, не грубо, но показываем, что мы хотим сегодня победить. Понятно? Давайте. Те команды, которые играют вместе со мной, их название Твой Батя. Потому что они должны понимать, что сегодня Твой Батя. Да, именно так. Раз, два, три кричим Твой Батя. Раз, два, три. Твой Батя! Ты запомнил? Да. Я не запомнил. Друг за другом и всегда мы на спорте все пиздео! Пацаны, первая победа! Друг за другом! Слушай, ну это на самом деле, валидол очень тяжело. Я не думал, что вы так круто двигаетесь, реально. Слушай, не могу решить, эти бутсы или эти. Две пары такие сочные, но могу взять только одни. Смотри, есть вариант покруче. Скачиваешь мобильное приложение наших друзей Winlines, забираешь бонус, затем решаешь, какая команда победит. И если удача будет на твоей стороне, то выбирать не придется, сразу две пары заберешь. О, спасибо. Твой брат сейчас играет, но я думаю, что тебе тоже надо дать шанс. Поэтому вот сейчас вместо того, чтобы я кого-то буду менять, поменяешь его ты. Короче, на самом деле я ничего не могу сказать хорошего про их команду. В целом можно спокойно бороться. Просто, блядь, у нас какая-то паника как будто в глазах, в голове, вообще везде. И только из-за того, что позиционно теряемся, из-за этого просираем. По факту можно спокойно вывозить. Со временемpiel этоvzззззззззззh. Спекти четвертая часть четырёх. Сейчас пятка пятка! Н ogor! А вот сейчас работала близнецовая связочка, один перехватил, отдал на другого и в принципе из этого родилась контратака Да эти близнецы мне нравятся Ну пока еще конечно видно, что практики футбольные у них маловато, но я думаю потенциал есть Ничего не могу сказать, на самом деле сейчас вообще не поиграли Мы в конце только начали включаться, а до этого момента как будто просто вату катали Пиздец одним словом, я очень расстроен Ну что видишь, вот дал шанс парню, он сколько играл? Ну минут сколько? Ну 7 наверное Меньше, меньше Вот и сразу видишь реализовал моментик, еще тебе дало хорошую Просто мне честно повезло в финале Вот поэтому как бы тоже давай поактивничай Самое главное верить себе Ну это выяснил твари Нет, чуваки, главное тренироваться Ой бля, ну что пацаны, как сыграли? Мы проиграли Мы тоже Мы тоже выиграли 3-1, мы 5-3, 1-0 выигрывали, потом 3-1 проигрывали, отыгрались Я два гола забил, один с головы, представляете? Да Сань, давай не о тебе будем говорить, а о ребятах Не, а о ребятах ты конечно, что сказать? Я скажу так, что мои ожидания, которые ставили на Саныча, как его зовут? Ну парень вот Да Влад Вообще потерялся Влад беларус тоже вообще мертвый, я думал хоть что-то покажет, знаешь, игры накаченные вроде Постоянно терял мяч, по цене отдавал Богдан и Филипп вдвоем у нас, ну молодцы, хорошо себя проявляют, мне даже больше Фил нравится Вот как я понял, ну сначала, у тебя чувак У нас вообще в команде нет ни одного, кого бы я взял в команду свою Но мне понравился у белых нападающих, он так более-менее сейчас закрывает мяч корпусом, оставляет Это вот тебе не понравилось? Нет, нет, нет А, фристайл, да, он фристайл Ну это твоя тема, неймаранская Не, не то, что он фристайл, в него сложнее играть, чем против других вот этих ребят А у тебя, Лев? Слушай, у меня близнецы в команде, поначалу потерялся первый, потом более-менее вошел в игру, потом подключился второй И они уже начинают комбинировать Ну все, давайте, желаю вам всем неудачи, а проигрыша, потому что мы только начинаем А я желаю Поражение не означает, что мы проиграем эту битву Сейчас мы будем наказывать, сейчас я сделаю хэт-трик Первое поле 3-1, второе поле 4-2 Что у тебя происходит? Не знаю, очень болит, опухает небо верхнее Может быть, скорую вызовут? Да нет Я знаю, что надо делать, надо плюнуть Давай Да нет Говорят, уринотерапия помогает Не-не-не-не Давай, Санька, подставляй Вот глаза, сейчас быстренько Здрасте Орел Да я знаю, что Орел тут У него решка, у него шанс цвет Орел Наш начало Проверим вашу теорию Да нет Орел здесь я, решка он Ну что, мяч мы берем? Ну, гну Ну что, там эти ворота берем? Ну, гну Пожжем, будь что Давайте сзади по Что? Рен, готов Рен? Вони Что с тобой? А? Что-то не устал? Не, не устал Я предложил листе, говорю Хочешь, я сяду на банку, а ты поиграешь Ну, я в такую посмотрел, что она ответила Она сказала, давай Я как-то уверен? Она говорит, да, я говорю Без проблем Ну, то есть уверенность Сейчас посмотрим Блин, до конца беги Все беги До конца беги Блядь Остановился за метр Блин Туда Хватит Туда Немало Там пошел Лучше, там не знал Ее ворота Спасибо Ренату, что он вовремя вышел. Молодцы, что ведем. Но пацаны, мы должны вести 5-0, вы сами видите. Поехали в губе, да? Пиздец. Возьмусь в него, бля. Блядь, ты с твоей зачем убиваешься? Сань, ну блядь, я кричал с голосом, что я пойду на мяч, ну правда. Смотри на игру, смотри. Всё, блядь, ёбаную ногу. Молодцы, хорошо, контролируем матч, даем поиграть всем ребятам. Беларусь проявил себя, но, честно говоря, белые, они слабее, чем предыдущая команда. Потому что всё-таки лиса девочка, ребята что-то теряются. Несмотря на то, что у них лидер Дима Тарасов, не получается. То ли Егор сегодня не тащит, не знаю. Пока уверенно лидирую. Беларусь три отгрузил, но видите, да, что соперник более слабый, чем предыдущая команда. Санечка, игровой момент, прошу извиниться. Не-не, всё нормально, Санечка, всё хорошо. Три есть, идём дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ваши впечатления от матча? Отличные. Тяжело, конечно. Открываться надо, дитя. Не получается, как бы мы играем в футбол, мини. Там нужно бегать туда-сюда, восьмерку брать бабочку. Тяжело, конечно. Открываться надо, бейбей. Тяжело, бейбей. Тяжело, бейбей. Молайка. Тяжело, бейбей. Держи, бейбей. Парень, голову включайте, мы живетем, куда-то побежать. Последний матч остался. Я очень надеюсь, что мы сможем нормально сыграть. Начнем с тебя тарочка. Пиздец полный. Я в ахуе, братан, ну бля, реально. Ну вы проиграли 5-2. Да, но меня разгражают люди, когда приходят. Я не знаю, я себя помню, бля, когда я прихожу к вам, да, если мне нужно партнер, я, бля, ебашка, а? Это ты по кого? Я бегаю, бля, ну вот про этого, пацаны. Про сына Саныча, слегка ты головой? Да, он вообще ощущение, что он или пил всю ночь, бля, или он не хочет ничего, не готов еще, бля, еб. А как играть здесь, один из четырех упадает, тут черенчинный пиздец. А что про дриблера скажешь? Что-то может, но, бля, не знаю, здесь командная игра. Я признаю в своей команде лучший игроком это Лиса. Лиса в порядке, она гол забила. А вообще, будет всем, ну, как бы, это, вот девочка лучше всех играла, даже лучше меня, потому что я просто разочаровался сегодня. У нас, что, я после первого матча, я после первого матча, не, ну Таро вообще ушел. Я считаю, что так нельзя поступать. Почему, у нас замена была, я заменился, ушел. Не, брат, ты заменился, ушел, надо было... Бля, давай ты в своей команде капитана будешь, там и будешь. Стоп, я в своей команде белоруса смотивировал так, что он хэт-трик сделал, бля. Иди сейчас смотивируй мою команду, бля. Ну, если бы они мне достались, бы я бы смотивировал. Ты смотивируешь, я их смотивирую, а я не смотивирую, я сказал, покажи, как надо мотивировать, значит, я хуёвый, смотивирую, бля, смотивирую, бля, смотивирую. Это другое, бля, это команда победителей, бля. Да, у вас есть замена? Да. Пусть играет, я не буду даже, пусть играет. Не, 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 ну хорошо. А у вас что произошло? У нас все нормально, что, мы выиграли. Я не знаю, там, я сурки завязывал, голову, вводи. Лев не услышал, походу, ему пас дали. Он посмотрел, стоять сурки завязываю, что ты начал под себя убирать, мы его обокрали и голову забежали. Ну, вот такая ситуация. А вы 1-0, что ли? Не, не, там 4-3. Плюс 1 как раз у них. Я бы, конечно, хотел бы сыграть против вас, Краб. Я бы играть заново против Льва. Мы должны сейчас были играть, да? Да. Последний игрок. Ну, у меня очень серьезная команда, я их сейчас заряжу тоже. И они вас дрюкнут. Ну, смотри, если вы выиграете, то Тарас сейчас в шоке будет. Ну, конечно. Я вам наставление хочу тоже последнее дать. У вас сейчас будет новый капитан. Богдан, Богдан, иди сюда. Вы сейчас Краба должны наказать. Я вам сейчас скажу, кто у них там за что отвечает. Они уже выдохлись, они уже выдохлись. А нахуй ты, блядь, вообще, в виде слабых. Ты сказал, что я не мотиватор. Далима, вот этот парень, вот этот парень очень жесткий. Он сказал, что я не мотиватор. Он меня оскорбил, сказал, что я не мотиватор. Давай, блядь, сделай еще раз х3, понял? А что ты их мотивируешь здесь? Иди отсюда, блядь. Пацаны, играем как хотим, блядь. Я на скамейке, блядь. Вы кайфуйте, нахуй, я посмотрю на вас, блядь. Вам удачи, давай. Если кто-то устанет, я выйду, играйте. Сань, я устал. Ты устал? Сыграй? На Среал, на Среал, брат. Все хорошо, все под контролем. 1-1. Сейчас выйду, забью. А как с командой? Все отлично, взаимоотношения на лучшем уровне. Саня, Ренат, вообще в порядке. Текила был, но произошла замена тактическая. Саня, Ренат, вообще в порядке. Саня, Ренат, вообще в порядке. Я дойду и обраду вас в футболку. Постараюсь вернуть. Да, это была тяжелая победа, но мы смогли. Ребята, вы просто лучшие. Спасибо за игру. Не знаю, я всех мотивирую. Понятно, Тара взял, просто ушел. Сказал, что вы ни хуя не бегали. Он говорит, ты не бегаешь, как будто ты бухал вчера. В чем проблема? Не знаю, что-то сложно пока что продлиться. Ну а в чем проблема, в чем сложность конкретность? Последний матч уже тяжелый. Физически тяжело или что? Типа не хватает. Меняйся чаще. Меняйся чаще. Я четыре месяца не играла. На перерыве первый раз я играю. Она и забивает до хера. Меняйся чаще. Все, Усман, мы сейчас должны. Я не буду меняться, Усман не меняется. Давайте, соберитесь. Против них надо сейчас сыграть. Они уже тоже выдохлись. У них ничего не получается, хотя команда очень сильная. Давайте, с самого начала, пожестче, блядь, включаемся в игру. Готовы? Давайте. Теперь эта команда называется Твой батя, блядь. Давай. Раз, два, три. Твой батя кричит. Раз, два, три. Твой батя! Давай! Собрали! Ну ты слушай, это вызов. Это вызов. Это вызов. Не, мы орлы. Орлы? Поздно. Мы орлы. Поздно. Не, мы орлы. Давай на свой фактор орел. Давай. Первый ножик. Ну хорошо. Все. А тут будет решка. Наш мяч. Окей. Воложь на картуру. Сидай, сидай! Сидай! Налее! Ой, хорошо. Сидай! Сидай! Налее! Сидай! Сидай! Давай! 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 Дай! ни один спортсмен нормально уважающий себя не любит проигрывать я не понимаю если честно я понимаю диму чуть так забомбил но там понимание игры нету я бегу бля он у своего отбирает что ты делаешь пацаны смотрите у меня уже есть вот это май я уже на спорте понимаете сегодня решается твоя судьба ты чё блять не рвешь жопу нахуй ты видел как блевали на втором отборе в любом моменте беги до конца ты не умрешь здесь ты должен выложиться на полную дай ты видишь они уже тебя выкупили что ты пасуешься наоборот отдай быстрый пас я тебе стенку отдам и побежал вперед тяжело тебе уже в обводку ведется силы много потратил стенку играем и все давайте 1 0 мы проигрываем мы можем дожать давайте давайте дожимать до конца 10 минут твоей жизни сейчас решаются либо ты попадаешь вообще медийный футбол либо нет неважно это на спорте или еще кто-то докажи это нафиг Продолжение следует... 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 Это Даня Фристайлин и Филипп. Всем остальным, ребят, спасибо за участие. Короче, по моему внешнему виду, если честно, наверное, не скажешь, что я счастлив, но на самом деле в душе просто кишат эмоции, потому что, бля, я так мечтал об этом. С самого детства я мечтал стать профессиональным футболистом, но... Да, да, и на спорте мне дает эта возможность окунуться в профессиональные тренировки с невероятным коллективом. С самого отбора, проходя вот эти все этапы, я заряжался невероятной энергией, потому что я понимаю, что тут каждый друг за друга, реально эта семья, и я готов также вырывать за этот коллектив, бороться за место в составе и доказывать со славной команде, что я действительно нужный и важный игрок с огромным медийным потенциалом. Спасибо, что поверили в меня. На самом деле у меня сейчас после этой игры небольшая каша в голове, все перемешалось. Ну, вообще я очень рад, что меня выбрали. Я второй раз уже, получается, в прошлом году я слетел, я перегорел. Сейчас я немножечко себя собрал, расслабился, старался получать удовольствие. Но так как я, ну, такой игрок, который любит пофинтить, я старался, ну, больше играть на команду. Я хочу поблагодарить вам за такую возможность, для меня это и так большая победа, потому что я ехал сюда просто с верой. Мы с братом вообще с детства мечтали какой-то получить там шанс в жизни, шанс просто, шанс. Потому что знаю, если чего-то хочешь, надо делать, делать, делать. Я ехал сюда, я попал, я очень рад, спасибо всем большое. Ну, от себя хочу сказать, это действительно было круто, эти эмоции, ради которых стоит жить. Хочу поздравить ребят, которые прошли в эту команду, вот, также ребят, которые не прошли, вы тоже молодцы, большие, мы проделали этот сложный, долгий путь. Вот, команде на спорте я желаю побед, чтобы они заняли первое место, обыгрывали все команды, вот, потому что потенциал большой. Победители молодцы, поздравляю, парни, вы лучше. Спасибо вам большое, для меня это большая победа. Я думаю, мы еще увидимся. Не забывайте ставить лайки и подписываться, это команда на спорте, увидимся в следующем выпуске.